Здравствуйте! Вот мы сегодня собрались на такую, на самом деле, актуальную для всех нас тему поговорить. Актуальную, я вот сразу рассмеялся. Актуальную. Чтобы жизнь на Земле появилась, нужно, чтобы было из чего появляться ей. И нужно, чтобы было из чего, на чем жить на Земле, да? Земля из каких-то тяжелых элементов состоит. Там кремний, там даже железо, золото встречается, платина и уран. Тяжелые такие элементы. Ну и мы все сплошь. Углерод, азот, кислород, сера, фосфор, всякие такие необходимые вещи. А откуда все это взялось? Откуда родились все эти вот элементы, о которых я говорю? Вот с этим мы бы собрались разобраться. И не с далеко, не с биологами, а с самими натуральными физиками, я бы сказал, а с астрофизиками. Правильно? Николай Николаевич Чугай и Людмила Ивановна Машонкина. Оба физики, оба дектора физико-математических наук, они, ну, астрофизики, наверное, да? Институт астрономии, Российская Академия Наук. А Николай Николаевич там заведует отделом, отделом, по-моему, сверхновых звезд. Нет? Нет. Нестационарные звезды и звездные спектроскопии. Вот, вот за ширмой нестационарных звезд скрываются, наверное, цифеиды, да? Да. И сверхновые тоже, да? Да, и сверхновые тоже. То есть, это вот так вот в этом есть, да? Так, давайте я вот расскажу о своих детских заблуждениях, да, связанных с астрофизикой. Можно? Вот когда я был маленький, я был маленький в советское время, я все ходил в читальный зал в нашей библиотеке, читал там книжку под названием «Физический энциклопедический словарь». Такой был серенький, под редакцией Капица Петра Леонидовича, такой вот в пяти томах. И вот там были всякие статьи такие, в том числе такие мировоззренческие. А в ту пору время-то было суровое, Бога не было. Мир был не сотворен, это было принципиально. Начиная с 18 века, вот не сотворен мир и все, он вечен. Кстати, об этом говорили древнегреческие философы. Говорят, и вечен. Ну, все тут. То есть, откуда взялось, вопрос снимался автоматически. Вечен, вам же сказали, вечен. А вот непонятно было, я-то мальчик был такой, знакомый с учебником Пёрышкина. Там было написано про закон сохранения энергии. А как же звезды, все горят и горят в вечность. Ну, это не может быть, откуда энергия берется. Давно должно было все прогореть. Понимаете как? А нам объясняли так, видите ли, в чем дело? Это все гигантская флуктуация. Был мир, так сказать, тихий, спокойный, однородный. А тут вдруг собралась вот гигантская флуктуация. Плотность газа увеличилась, тут собралось, вот тут солнце вспыхнуло, планеты. Если бы этого крайне случайного явления не было бы, не было бы тут вас, всех людей, читателей физической энциклопедии. Самой энциклопедии и всего прочего, без солнца и без планеты не на чем. Ну, давно уже так никто не думает, да? Как сейчас думают? В этом что-то есть, в том, что вы сказали, что-то есть рациональное. Нет, но как зерно сомнений. Потому что в истории нашей Вселенной есть место и началу, есть место и флуктуации плотности. Дело в том, что сейчас не вызывает никакого сомнения, что, во всяком случае, тот мир, в котором мы живем, он родился где-то 13,7 миллиарда лет тому назад. И это доказывается двумя простыми вещами. Первое. Мы наблюдаем во Вселенной огромное количество галактик. И куда бы мы ни посмотрели, на какое бы расстояние мы ни заглянули, мы видим, что эти галактики разбегаются от нас в разные стороны. И причем, что интересно, чем дальше галактика, а мы научились мерить расстояние до галактик независимыми способами, ну, с использованием различного рода закономерностей, которые астрофизики открыли, чем дальше эти галактики, тем больше скорость разбегания. Как это понять? Понять это можно в очень простой схеме. Эта схема была предложена в начале 20-х годов, 20-го века, прошлого века, Фридманом, нашим ученым, который решил уравнение Эйнштейна и нашел, что эти уравнения Эйнштейна допускают расширение Вселенной. Уравнение Эйнштейна из общей теории относительности, так что называется. Да, общей теории относительности. Не из, так сказать, частной, где там про замедление времени. Да, да. Общая теория относительности, которая включает гравитацию, свойства пространства, связанное с массами и так далее. А чуть попозже, буквально через 5 лет... Да, и что же Фридман решил-то в этой уравнении? Он решил эти уравнения, нашел, что возможен мир нестационарный, который расширяется. Через 5 лет после этого известный американский астрофизик Хаббл наблюдательным путем установил, что галактики разбегаются от нас. Чем дальше галактика, тем больше скорость. Таким образом, когда он построил график по одной оси расстояния, по другой скорость, он получил прямую линию. Чем дальше галактика, тем больше скорость. Этот закон называется законом Хаббла. То есть до ближайшей галактики расстояние было известно, так сказать, независимыми способами было известно, да? Да, конечно, этот закон в том виде, который Хаббл предложил, он не вполне точен, там не тот наклон этой прямой к оси абсцисс. Но важно то, что этот закон фактически подтверждал то абсцисс, которое было открыто теоретическим образом Фридманом, что Вселенная расширяется. Это первый факт. Второй, если экстраполировать назад, то Вселенная когда-то была плотной, по-видимому. Раз она расширяется, то было состояние, когда она была очень плотной. Вот Гаммов предположил, что она была не только плотной, но и горячей. И это было в 1948 году. Он предсказал, что излучение этой горячей Вселенной от прошлого времени, оно должно остаться в виде охлажденного радиоизлучения с температурой 5 градусов Кельвина. Когда это излучение было открыто, всем стало ясно, что горячая модель расширяющей Вселенной, которая была предложена комплексом этих исследований, Эйнштейн, Фридман, Хаббл, Гаммов, это действительно реальность. То есть было когда-то плотное состояние, было начало. Вселенная расширялась из плотного состояния. В чем важно получилось, что в решениях вот этих вот, которые нашел Фридман, получалось, что время имеет некий ноль абсолютный получается. Это что-то похожее на опыты с газами реальными, когда в зависимости от температуры меняется, скажем, давление. Если так вот проэкстраполировать, при некоторой температуре в ноль обратится давление. Да, должно быть ноль. Так было абсолютный ноль, а это абсолютно ноль времени. Было начало. Да, что сначала было у мира все-таки. Это, собственно, в 60-е годы нашло экспериментальное подтверждение, фактически. Нашло экспериментальное подтверждение. Да. Ну, Гаммов этим занялся не случайно. А Гаммов, кстати, это бывший наш соотечественник. Бывший наш соотечественник. А когда я вот помню, был студентом, нам объясняли, что это болгарин он. Болгарин он? Нет. Ну, в Америке болгарину вроде можно, а вот по-русскому как? Гаммов обратился к проблеме горячей вселенной ранней. В попытке объяснить происхождение химических элементов. Он понимал, что те сложные ядра, которые мы наблюдаем, сложные элементы, углерод, кислород, железо, уран и все остальное, они состоят из большого количества нейтронов и протонов. И при высокой температуре эти ядра должны были распасться на отдельные составляющие, на нейтроны и протоны. И если в прошлом... То есть вот это вот ядро, это как такая потенциальная ямка, в которую провалились нуклоны, нейтроны и протоны. А если все это... Если нагреть... Нагреть все это, по-моему, бить соседними такими же вот этими ядрами, то это все рассыпется, рассыпется. Как банковка с шариками. Если по ней стукнуть, шарики рассыпятся. Достаточно сильно стукнуть. Ну, тут лучше не банковать, они как будто слипшиеся друг с другом, да? И вот если они где-то по отдельности, ну, они так слипшиеся и будут. А если вот их вместе мешать, как вот тесто вот так вот, да? Они все перепутаются. И он нашел условия, при которых из протонов и нейтронов образуется гелий. И в процессе расширения Вселенной... Тоже один из самых популярных элементов во Вселенной гелий. Да, да. Гелий, водород – два самых обильных элемента. Собственно, они и составляют вещество нашей Вселенной. А все остальное – это примеси. В какой пропорции это водород и гелий? Гелия в 10 раз меньше, чем водорода. А всех остальных атомов по числу в 1000 раз меньше, чем водорода и гелия. То есть, в основном весь наш мир, он собран в звездах, да? Да, да, да. Это вот как раз гелий, водород, туманности, да? Водород, гелий, да, да. Все состоит в основном из водорода и гелия. Но без этих примесей ничего бы не было. Да, нам не за что было бы выцепиться. Да, да. И не еще нам было бы состоять водород и гелий. Только вы сказали, вот очень интересно, что возникали они из нейтронов и протонов. Нейтрон – это ведь частица, скажем так, нестабильная. У нее сколько-то времени жизни, сколько-то минут ведь, да, у нейтрона? Да, 12 минут, 11 минут. Ну да, 11 минут. Причем одна из частиц, в которых одна из наименее хорошо определенных времен жизни, вот так я сказал, понятно, да? Уж трудно измерять время жизни нейтрона. Ну, в общем, сейчас достаточно хорошо померяется. Сейчас уже, да, это хорошо, да? Нейтрон неустойчиво относительно вообще бета-распада. Значит, нейтрон распадается на протон, электрон и антинейтрина. Вот так. Откуда же они там взялись для синтеза нейтрона-то? Ну, идут прямые обратные реакции. Протоны захватывают. Огромная плотность. Нейтрина, конечно. Поэтому очень частое столкновение. При большой плотности из протонов, нейтронов и нейтрина образуются нейтроны. Да. При высокой температуре, в общем, этот баланс какой-то очень поддержится. То есть тут играет роль слабые реакции. Все-таки распад и обратный распад нейтрона, это так называемая слабая реакция. Слабая реакция. С участием слабых частиц. Да. Нейтрина, электронов слабых. Ну, вот Вселенная после первых минут в своей жизни осталась в состоянии расширения, и состав ее был жутко примитивный. Это был водород и гелий. Ну, немножко еще диетерия. Лития. Лития. А, кстати, вот в течение первых минут, да, вот не хочу сказать размер Вселенной, а горизонт, который был бы, ну, и видно, тоже не было ничего, потому что она была непрозрачной. Ну, радиус, да? Ну, радиус того, что вот можно было почувствовать с помощью гравитации. Ну, сколько уж он был? Получалось, несколько минут на скорость света, это меньше, чем расстояние от Земли до Солнца? Да. Да. Восемь минут, световых минут от Солнца до Земли. Такая малюсенькая такая была Вселенная, как капульочка, капелька. Совершенно верно. И вот все остальное разнообразие химических элементов, оно возникло потом. Но это тоже непростая проблема для астрофизиков, потому что... А вот, простите, в этот момент плотность какая была, когда прошло несколько минут, когда все это уже закончилось, весь этот термодерный синтез? Плотность 10-10, сейчас секундочку, плотность была сейчас 10-10 в кубе, в 10-30 раз больше, чем современная плотность. Чем современная плотность Вселенной. Да. Это понятно. А вот, скажем, с плотностью воздуха, если сравнить? Это было плотнее воздуха, примерно в 10 миллионов раз. Ага. 10 миллионов раз плотнее воздуха. То есть, и даже плотнее обычных наших твердых тел даже. Да. Ну, не очень плотнее. Существенно. Да, потому что есть состояние вещества более плотное. Скажем, ядро... То есть, это было на уровне плотности звезд, да? Да. Плотности звездных ядер. Да. Вот такая была плотность. А в звездных ядрах... Скорее, белых карликов, может быть, да. А в белых карликах идут реакции термоядерные? В белых карликах нет. Не идут уже, да? Они уже все закончили. Там уже нечем. Там уже нечем. Термоядерную эволюцию закончили. Да. Там вырожденное вещество, и они просто остывают, то есть, светят за счет того, что остывают. За счет того, что остывают. Да. Ну, просто там уже нечему сгорать термоядерные реакции. А вот в ту пору-то было чему гореть. Нет, на самом деле есть чему сгорать. Да. В карликах есть чему сгорать, но они сгорают только при определенных условиях. То есть нужно сильно нагреть белый карлик, скажем, это раз, либо сделать его массу близкой к массе предельной белого карлика, которая равна 1,4 солнечной массы. Так называемый Чандрасикаровский предел, когда карлик вдруг начинает становиться неустойчивым и сжиматься, и при сжатии там... То есть в двойной системе это возможно, еще другого компаньона. А для одиночного, да. А для одиночной звезды это невозможно. Одиночный карлик просто остынет, потому что массу. Так, Влад, я вот как-то перескочил, я тут поинтересовался молодой Вселенной, плотной, как недра белого карлика, и малюсенькой, как меньше солнечной системы она была, та Вселенная. И что же дальше случилось? Дальше в процессе расширения достаточно длительное время ничего интересного не происходило. Потом последовала интересная фаза, когда возраст Вселенной стал 300 тысяч лет. В это время произошла рекомбинация водорода. То есть водород до этого был ионизован, как и гелий. То есть состоял из протонов и электронов. То есть протоны, электроны и альфа-частицы были? Да. Гелий рекомбинировал чуть пораньше, потому что у него энергия связи больше, а водород рекомбинировал примерно 300 тысяч лет тому назад. Нет, тому назад, а от начала 300 тысяч. От начала, от начала 300 тысяч лет. От начала, от начала, простите, да. Конечно, от начала, от начала. Когда возраст Вселенной, я имел этот возраст Вселенной, был 300 тысяч лет. И это было тем толчком, наряду с флюктуациями плотности... Да, вот флюктуации действительно очень важную роль играют. Флюктуация, которая стала предпосылкой для группирования вещества. Создание таких мини-галактик сначала, потом больших скоплений, массы, равных массе галактики. И вот при гравитационном сжатии этих масс, стали одновременно формироваться и звезды. То есть флюктуации плотности, это были вызваны тем, что вообще в горячем веществе, да, быстро бегают эти вот составляющие, где-то в каких-то местах... Как ни странно, не совсем так. Как ни странно, проблема флюктуации является центральной для науки о эволюции галактик, и природа этих флюктуаций до конца не ясна. Сейчас принято считать, что флюктуации возникают на самой первой стадии расширения Вселенной в течение 10-34 секунды примерно. Это очень короткая... А вот 10-34 секунды первых, да? Да, первых. Это значит размер Вселенной сколько уж тогда был? Меньше размера протона? Да, да. Нет, это больше. Больше, 10-34 умножить на 10 в какой степени метр? Скорость света-то? 300 тысяч. То есть это меньше размера протона получается? Да, да, да. То есть тогда вообще протон не знал, что он из себя представляет. А тогда и не было протонов, да. То есть это было... Тогда были более фундаментальные частицы. Более фундаментальные какие неизвестно? Какие неизвестные? Потому что что-то тогда было. Плохо кварковать. И что-то тогда было тоже неизвестно. Да. То есть потом появились вот в первую минуту, но... А из чего появились неизвестные? Из более фундаментальных частиц? Вот такой вот ответ хороший, да? Нет, сейчас ответ, который дают физики, он состоит в следующем, что расширение началось с фазового перехода, так называемого ложного вакуума. Это что же за штука такая, ложный вакуум? Ложный вакуум – это тот вакуум, который должен отличаться от физического вакуума. А на самом деле есть такое понятие «физический вакуум», который проявляется довольно хорошо в наблюдаемых явлениях. Так, например, резерфордовский сдвиг лэмбо-резерфорда уровней атома водорода. Так, это что такое за штука? Это, в общем, расщепление уровней, энергетических уровней, связанное с флюктуациями электромагнитного поля вакуума. И они регистрируются. Но этот вакуум не имеет ничего общего с тем, который гипотетически идентифицирует с первичным вакуумом, из которого родилась Вселенная. И вот есть даже наука, так называемая, которая это состояние нашей Вселенной, в самом начале именует, значит, называют инфляцией. Инфляционная теория. Инфляционная теория. То есть инфляция – это медленное расширение. Это не был на самом деле взрыв. Это было медленное расширение, которое постепенно ускорялось, и его скорости постепенно достигли скоростей расширения современной Вселенной. Это произошло вот на такой короткой шкале времени. А для чего это необходимо, ввести эту фазу? Для чего необходимо? Это необходимо для того, чтобы объяснить два фундаментальных свойства Вселенной. Что куда вы не посмотрите во Вселенную, в каком бы направлении, вы увидите примерно такую же плотность, такую же картину. То есть Вселенная на больших масштабах и в различных направлениях однородна. Но оказывается, она однородна на таких масштабах, которые являются в современном состоянии причинно не связанными. То есть они не могут знать друг о друге, исходя из современной картины расширения Вселенной. Потому что эта скорость взаимного удаления точек больше скорости света. Возникает вопрос, а почему эта часть Вселенной, и та противоположная, знает, что им нужно быть одинаково устроенными? Ясно, что это можно достичь только в такой ситуации, когда они были когда-то причинно связанными. То есть они знали друг о друге, и что возмущения из одной части могли распространяться в другую и выравниваться. То есть получается, что немножечко как бы ставится под сомнение вот эта специальная теория относительности Эйнштейна, которая нервится. Не совсем. А как они могли узнать об этом? Они могли узнать в том случае, если стартовала Вселенная из состояния медленного расширения. Тогда скорость обмена информации между далекими частями была достаточной для того, чтобы происходило выравнивание условий. А уж потом началось ускорение и быстрое разбегание. Галактика, которая уже привела к тому, что... Откуда-то появился какой-то толчок. Да. Да. Между прочим, это как-то нематериалистично звучит. Это почти как мы пересказываем своими словами книгу бытия, получается. В общем, что-то в этом... Вот такими своими словами, люди там, доктора наук. И другая шкала времени. Не пять тысяч лет, а тринадцать и семь десятых миллиардов. Ну, там-то было для босоногих пастухов все это рассказывает, а тут все-таки для обутых на обе ноги всеми. В общем, да, природа инфляционной стадии неизвестна. И если кто-то вам попытается сказать, что мы все знаем, вы не верите. Там очень много открытых вопросов. Ну, вот в ту пору необходимое для нас вещество еще не рождалось, да? Да. Обычное вещество, ну, это Людмила Ивановна может рассказать. Людмила Ивановна рассказать нам про обычное вещество. Оно началось с рождения звезд. С рождения звезд, да. Когда самые массивные звезды с массами больше десяти солнечных масс заканчивали свою жизнь, то на этапах начальных... А заканчивали жизнь свою почему? Потому что все прогорало там, да? Да, то есть термоядерная эволюция начинается с горения водорода, водород превращается в гелий, затем идут следующие реакции, когда из альфа-частиц синтезируется углерод, кислород и более тяжелые элементы. В тем, следующий этап ядерной эволюции. Вот когда, наконец, образуется железо в ядре, то термоядерная эволюция дальше продолжаться не может, и звезда взрывается, как сверхновая. Это почему? А, то есть она уже перестает себя удерживать давлением изнутри? Да, у нее нет источников энергии внутри. Ничто не может мешать ему дальше падать внутрь? Силе тяжестей ничто не препятствует, и начинается гравитационный коллапс. Ну и сложные процессы в оболочке приводят к отрыву оболочки. Звезда не разлетается полностью, как правило, остается ядро или в виде нейтронной звезды, или в виде черной дыры. А откуда что-то берутся все более тяжелые, чем железоэлементы? У нас сколько много всего? Да, а вот когда произойдет взрыв, то появляется огромное количество ускоренных частиц, как вот в ускорителях в земных лабораториях. И начинаются реакции нейтронных захватов. И в реакциях нейтронных захватов могут образоваться ядра любой массы. То есть вылетает оттуда нейтроны, да? И нейтроны, да, и есть там и другие заряженные частицы, и зародыши, вот ядра тяжелых атомов, например. Это что-то происходит типа того, что делают в Дубне, в лаборатории ядрных реакций, да? Да, 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 совершенно верно. Там, значит, на циклотроне ядра мишени бомбят там пучками каких-то тяжелых ионов. То есть в этих условиях там есть ядра самого разного типа. От протонов, ну, то есть весь спектр масс. Вот эта вот огромная Дубна, вот там. Да, да, да. И вот взаимодействие нейтронные захваты приводит к образованию ядер любых масс. И сейчас действительно наблюдаются. И уран сейчас наблюдается. И такие как... В смысле где наблюдается? В звездных спектрах наблюдаются линии урана, да. То есть мы точно знаем, что... Это в старых звездах, да? Или это просто попало, и уже потом образовались новые из старого хлама? Из обрезков всяких. И ситуация такая, что действительно мы у звезд сравнительно молодых, которые образовались из-за вещества уже с химическим составом, близким к солнечному, Поскольку элементы эти редкие, то есть содержание их, концентрация их очень низкая, а концентрация других элементов, например, группы железа, гораздо выше, то мы просто в спектрах не видим линий, например, урана. Они просто задавлены, да, задавлены линиями других элементов. А вот у старых звезд, вы правы, которые образовались из вещества бедного металла, мы всю информацию извлекаем из спектров, наблюдая спектральные линии. Так вот, из-за того, что содержание железа и элементов группы железа было низким, то спектры у них содержат небольшое количество линий. И вот в этих условиях мы можем видеть линии даже таких экзотических элементов, как уран. То есть, вот один из методов определения возраста в звезд, конечно, он не очень точный из-за того, что линии действительно слабые, но один из прямых методов измерения возраста в звезд, это обнаружение линии урана. То есть мы знаем период полураспада, и мы можем определить возраст. Ну, период полураспада какой-то совершенно сумасшедший, уран. Урана 14 миллиардов лет. Видите, он сравним с возрастом цивилизма. Мы сравним, но, тем не менее, мы из наблюдений можем это сделать. Можем измерить, да. Наблюдаются линии Тория. Так, прошу прощения, это у Тория большой период полураспада, а урана-то 5 миллиардов лет. Да, у Тория. У Тория большой. Это не маленький, 5 миллиардов, да. Дело в том, что 5 миллиардов, это нам сразу повышает точность определения в два раза. И потом там на разных изотопах немного разный период полураспада, да? Ну, тут ситуация такая, что наблюдая спектральные линии атомарного, мы не можем разделить изотопы. В случае урана и Тория, во всяком случае. Есть случаи, когда мы для некоторых элементов можем и отдельные, ну, то есть, вернее, по уширению линий, поскольку каждый изотоп дает спектральные линии на немножечко различающихся длинах волн, и вот по этому дополнительному уширению мы можем... Из-за разных размеров ядер, получается так? Ну, из-за разных масс, из-за разного положения уровней у разных изотопов, длины волн спектральных линий немножко различаются, и то, что мы наблюдаем, это фактически совокупность компонент, образованных разными изотопами. Кстати, пожалуйста, вот этот вот взрыв сверхновой звезды, да? Он, почему сопровождается таким сильным, вот, скажем так, истечением заряженных частиц, тем более тяжелых ионов фактически, да? Которые бомбардируют, значит, друг друга бомбят и образуются тяжелые элементы. Значит, какая-то страшная энергия там выделяется? Конечно. Вот Николай Николаевич занимается сверхновыми звездами. А не опасно это нам, если вот мы где-нибудь тут в 10-20... Я помню, в детстве нас пугали, вот, говорит, вот так зерно, вот зерно, как кахнет, и на 30 миллионов мертвый космос. Слава Богу, что в нашей галактике раз в 30 лет такое случается. Ну и дай Бог, значит, нас это не зацепит. Это как, нам не опасно вообще жить-то вот на Земле? Да, раз... От этого, вроде, от астероида, говорит, можно увернуться, там, взорвать его, там, кино даже такое было и не одно, как мы там, мы-то человечество взрывали, да? Как-то это опасно все-таки для нас или нет? Ну, я думаю, что вероятность событий, при котором взрыв произойдет в непосредственной близости от Земли, практически равна нулю. Ну, а если, не дай Бог, на грех мастера нет, как говорила моя бабушка. Ну, вот, я думаю, что прежде чем это произойдет, гораздо больше вероятностью Солнце превратится в красный сверхгигант и накроет Землю своей оболочкой, и мы просто погибнем от этого. А, еще сверхгигант превратится. Вероятность этого явления гораздо больше. Больше, да. Потому что это даже невероятность, это 100%... Да, так произойдет, просто это не скоро произойдет. Когда же это случится-то? Это произойдет примерно через 5 миллиардов лет. 5 миллиардов лет, да. Ну, вот, а наше время истекло, и у нас еще есть 5 миллиардов лет, чтобы поразмышлять над своими, значит, грехами, грехами человечества. Потом будет конец света, да? Понятно. Ну, вот, спасибо за внимание, почтенные публики. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну, в общем, они путешествуют по древнему, по древним странам и смотрят, как вода работает над человека. Что уже 5 или 10 тысяч лет назад, и когда я писал эту книжку, я даже узнал, что самый первый раз воду люди стали использовать на территории Древней Абхазии. На территории Древней Абхазии еще даже раньше, чем в Древнем Риме и в Древнем Египте. И в конце концов, они попадают на гидроэлектростанцию и узнают, что вода по-прежнему работает над человека, и это и есть главное сокровище. Адриан, совсем мало времени осталось, хотел Вас спросить. Переводы Ваших книг на русском языке будут? Надеюсь, будут, да. Да? Сейчас что-то собирается готовиться? Да, готовлюсь. Замечательно. Ну, вот, жалко, что время у нас истекло. Карандашу и самоделкина спасибо. Карандашу тоже. Ну, какой-нибудь карандашик. Ну, всего доброго, почтенные публики До свидания, всех благ, удачи